И скажу, что, конечно, значительной частью своего успеха команда обязана тренеру. Я хотел бы сердечно поблагодарить господина Хиденко за тот труд, который был вложен, за тот оптимизм, который вы демонстрировали, и за ту атмосферу, которая в результате вашей работы была создана в команде. Мы надеемся на ваши дальнейшие успехи. Сегодня тепло, поэтому есть предложение немножко фотографироваться, как это принято на природе, а потом пойти перекусить. У меня ребенок просто умолеет. И очень любит играть, и смотрит футбол. Не знаю, так сказать, кем он будет, но ему очень все это нравится. У остальных соперников достаточно мало. Ну, смотря как рассматривать соперничество. У меня сейчас не получается, к сожалению, вечерами по мячу постучать. Хотя это приятно, интересно. Обычно половую, но просто чуть-чуть подразловится. Ну, вы как, отошли вообще к салуту? Я вообще не понимаю, сейчас. Ощущения-то какие? Скажите. Заеду, спросите. Ну, все. Столок перевел. Овощный, по-вощный. Я думаю, январь будет искать. Но вы чувствуете, что вы все-таки совершенно очень серьезное дело? Или же ощущение величия пока не пришло? Он не уходил. Ну, большое видится на расстоянии, на самом деле. Я не буду говорить эти банальности, вам уже говорили, но это правда. Сколько лет ждали всех этих событий? Это одно. Ооо! А вы как разговариваете с этим тренером? На английском? На русском? Или кто как? И бухгалтерию. Виталий Леонтьевич. Виталий Леонтьевич. Виталий Леонтьевич. Очень хорошо. Литтл. Ну, нам хватает. Чуть-чуть. Все понимают, но нам об этом не говорили. А когда начинается новая часть? Ну, 6-го. А в сентябре. В августе играем товарищескую игру с Голландией. 50-го сентября у Эльц первая игра. Наши друзья. Мы сегодня решили, что будем играть на Локомотиве. Здесь будем, в Москве. Понятно. Уже все старт. В этом году три игры отборочные. Две дома и одна в Германии. Ну, у нас же еще свой чемпионат идет. Да, шестого мы уже. Вы когда разъезжаться-то будете? Они разъехались? Вы разъехались? Собрались уже. Дома. К вам забрали. Забрали. Ну, ничего. Немножко поболтаем. И обратно поедете. Но настроение-то хорошее. Ну и слава Богу. Потому что, конечно, такого подъема, я вам честно скажу, не припомню. Тем более, когда это череда, конечно, футбольных побед и «Зенит» отличился. Но то, что сборная, это, конечно, для всех особенная радость. Но самое главное, опять же скажу, наверное, то, что вы неоднократно слышали, но скажу абсолютно от крытого сердца, что называется. Игра была очень хорошая. Потому что, к чему я и сказал, что, на мой взгляд, это лучший матч был с Голландией. Потому что наша сборная все-таки побеждала и в советский период, и уже в новейшей истории победы были. Но почти ничего не вспоминается. А здесь есть, что вспоминать. Это, наверное, самое главное. Я вас искренне поздравляю. Спасибо. 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 Дмитрий Анатольевич, а приятно управлять страной, которая побеждает? Ну, безусловно, приятно, когда страна побеждает. Дело не в ощущениях от управления. Просто приятно, когда страна добивается успеха. Но я думаю, это для всех приятно, не только для президентовских. Как вы думаете? Вам приятно, когда вы? Очень. И мне очень. А вот эта череда успехов, которые в последнее время сопутствуют с Россией, как ваше мнение, почему она? В связи с кем она возникает? Силы накопили. Знаете, как принято говорить? Россия сосредотачивается. Вот Россия сосредоточилась и врезала по всем направлениям. Поэтому это накопительный эффект. Слабое государство очень редко способно добиться чего-то даже не только в промышленности, в обеспечении безопасности, обороны, но и в спорте, культуре. Потому что это же требует денег, внимания, работы. Вот той работой, которая, собственно говоря, была в футболе в последнее время. Поэтому я считаю, что это именно результат работы последних лет, а отнюдь не стечение таких благоприятных обстоятельств. Хотя удача, конечно, тоже многое значит. Но удача обычно способствует сильно. Согласны? Да. Насчет удачи. Опыт. Продолжение следует.